Вообще-то в турови где-то задержались, и они хотят показать сказку для наших молодых. Герои разные, но сказка одна. Итак, поехали! В некотором царстве, в некотором государстве, жил-был принц. Как он был в цепи, да? Просыпался он утром, потягивался. А потом делал зарядку приседания. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! И был у него верный конь. И так любил он своего коня, что даже целовал. А потом конь его. А потом он коня, а потом конь его, садился он на коня и начинал танцевать. Остановились они в чистом поле, а навстречу им принцесса. Непростая кодица, то татарская царица. Обовлел Иван от такой красоты, слез с коня, встал на одно колено, протянул к ней руки и запел сенаду. Кто тебя создал такой, я вижу лицо веку, ты как будто вся из красок. Кто создал тебя такой, белый свет собой чарует, ты идешь повстречу мне, в сумерках ночных. И только хотел поцеловать он принцессу, вдруг разверглись небеса, небо стало черным, и появился он, злодей дракон. Не испугался иван дракона, достал свой меч леденец. И дракон свой кинжал тоже достал, и завязался в бой не на жизнь, а на смерть. И нападал Иван до дракона, и нападал дракон до Ивана, и бились они с три дня и с три ночи. Надоело Ивану, достал он свой кольц 45-го калибра и пристрелил дракона в голову. Но не фару дракона. Переследил его на бой и продолжил. Упал дракон без памяти на сырую землю. А Иван подъел возлюбленную на руки и убежал в далекие края. Дракон подошел к дракону. Наклонился и поцеловал. Воскрес дракон. Поднялся дракон. Обнял коня крепко-крепко. Ещё крепче. И поженились они в тот же день. О, это сказочки, конечно, а кто слушал – молодец. А теперь я хочу спросить у наших молодежи, скажите, пожалуйста, Таня и Саша, как вам артисты? Из разных сказок вы так хотели выступить, это просто у вас. Я думаю, что все поаплодируют, а я, конечно, скажу нашим артистам, так, по хорошему, а за меня так, как и подобно.